В Теншинском районе назначен новый Аким. Им стал теперь уже экс-руководитель управления ветеринарией Берри Кальжанов. Какие задачи перед ним поставил глава региона Кумар Ксакалов? 50% гостиничных номеров в Петропавловске заняли граждане Российской Федерации. Многие приезжие нуждаются в помощи с бытовыми вопросами. Местные волонтеры планируют устроить акцию гостеприимства «Тепло-сердец». Развитие органического сельского хозяйства и внедрение немецкой системы обучения. Об этом сегодня говорили на международной конференции в Казыбаев-юниверсите. Прибыли на нее специалисты из России, Германии и Украины. Назначили нового Акима Теншинского района. Им стал Берри Кальжанов, ранее возглавлявший областное управление ветеринарией. Новую кандидатуру депутаты областного маслехата одобрили единогласно. По словам первого руководителя области Кумара Аксакалова, актив района здесь дружный, все руководители с большим производственным опытом. Верри Кальжанович, он прошел большой путь. От простого специалиста до начальника управления ветеринарией. Сам он местный. Очень важно, что он специалист в сельском хозяйстве. Потому что Теншинский район, понятно, что промышленность развита, но вместе с тем и очень большие перспективы и потенциал еще до сих пор до конца не раскрыты. Это в отрасли сельского хозяйства. На совещании новому Акиму поручили ряд задач. В первую очередь они касались сельского хозяйства. В Теншинском районе доля устаревшей техники увеличивается с каждым годом. Между тем в решении нуждаются вопросы ремонта дорог и качественного водоснабжения. Сейчас в районе ведется работа по обоим направлениям. За пять лет на решение вопросов водоснабжения было направлено свыше 30 миллиардов тенге. Охвачено 219 населенных пунктов. В этом году 12 миллиардов 55 населенных пунктов эта работа охвачена. С завершением работ положительный эффект почувствует свыше 33 тысяч человек. Комарак Сакалов поручил новоиспеченному Акиму до конца года подвести итоги проделанной работы и разработать план на предстоящий период. Все поставленные передо мной задачи будут выполнены своевременно, качественно, с помощью актива района, руководителя района. Приложу все силы, знания и умения для решения тех задач, которые стоят перед нами. Напомним, ранее полтора года Таиншинский район возглавлял Руслан Анбаев, который в августе занял кресло Акима Петропавловска. Диана Салихова, Александр Янцен, МТРК. Это центральная районная библиотека в селе Пресновки Жамбовского района. Ей почти 70 лет. И до этого года здесь ни разу не было капитального ремонта. Средства, а это 50 миллионов тенге, выделили из местного бюджета и из нацфонда. Была произведена замена кровли крыши, были отремонтированы наружная часть здания, заменена на металлосайдинг, так как здание старое было, стяжка стен металлом была произведена, отмостка здания, внутренние работы полностью, полностью замена электросети, полностью замена отопления. Отопление у нас электрическое. Во всех кабинетах был сделан капитальный ремонт. Больше всего здесь ждали новую систему отопления. Ранее приходилось работать в куртках и греться подручными средствами. Теперь же надеются, что зиму проведут в тепле. Очень хорошо, что нам провели новую систему отопления. К нам приходят читатели разного возраста. Конечно же, читать книги или проводить мероприятия в тепле гораздо комфортнее, нежели сидеть в холодных кабинетах. В основном нашу библиотеку посещают дети, любят читать зарубежных писателей. Фонд библиотеки насчитывает более 51 тысячи книг. Это детская литература, зарубежная и отечественная. Мольдер Сарсен библиотеку посещает два раза в месяц. Книги очень интересные и познавательные, говорит девочка. Я приходила сюда в библиотеку и забирала книги, которые мне нужны. Мне нравится читать книги про ботанику и про животных. Я читала книгу про Махшана Жумабаева. Посещают библиотеку и люди с ограниченными возможностями. С помощью вот этой автоматической установки они могут спуститься по лестнице и добраться до книжной полки. Вообще, в этом году районный центр меняется в лучшую сторону. Активно здесь ведут работы по благоустройству. За последние вот эти года мы уже отремонтировали почти 15 километров асфальтного покрытия. В селе Пресновка очень много лет не было ремонтов именно дорог. В том году было отремонтировано 9 дорог. В рамках нацфонда были выделены денежные средства, за счет которых было отремонтировано 6 дорог. Одна дорога была отремонтирована за счет областных денег и две дороги были отремонтированы за счет районных денег. В связи с чем на сегодняшний день 60% дорог асфальтного покрытия у нас в очень хорошем состоянии. Установили в Пресновке еще одну детскую игровую площадку. Свой досуг здесь проводят более 130 детей дошкольного возраста. Алишара Шумавка, Сбек Арагбаев, МТРК. В Жамбулском районе провели капитальные ремонты в Пресно-Редуцкой общеобразовательной школе. Учебное заведение 1975 года постройки отремонтировали в рамках проекта АУ Ельбисыга. Здесь обновили окна, кровлю и систему отопления. На эти цели выделили более 86 миллионов тенге. Капитальный ремонт был необходим, потому что с 1975 года окна начинают продувать. А мы так как находимся на севере, я думаю, это является первой необходимостью. Наша школа укомплектована полными педагогическими кадрами. В нашей школе работают 25 учителей. В нашей школе обучается 86 детей. В Жамбулском районе функционирует 29 общеобразовательных учреждений. Из них 21 средняя школа, 6 основных и 2 начальные. Из 29 объектов образования на сегодняшний день отремонтировано 11 объектов образования. На следующий год планируется 3 капитальных ремонтов. Руководитель товарища с Черкассы Городецкая помогает своим рабочим решить жилищный вопрос. Александр Черкас вложил деньги в этом году в возведение пяти домов. Столько же сельхозтоваропроизводитель планирует построить в 2023-м. Стоимость одного составляет примерно 20 миллионов тенге. Кстати, недалеко от новых домов находится отремонтированный участок полотна. Асфальтирование полутора километров внутрь поселковых дорог тоже было сделано за счет товарища с Черкассы Городецкая. Общая стоимость проекта составила около 66 миллионов тенге. В 2021 году начали заливать фундамент домов. В настоящее время строительство постепенно выходит на финишную прямую и закончится в ближайшее время. Дома не будут требовать ремонта. То есть рабочие смогут заехать в них и жить. Все необходимые коммуникации тоже в них предусмотрены. Территория вокруг домов будет облагорожена. Мужчины и женщины с чемоданами, рюкзаками, скоплением людей, банкоматов и обменников. После объявления о частичной мобилизации в России на железнодорожном вокзале Петропавловской чаще можно встретить гостей из соседней страны. Руководитель областного фронт-офиса волонтеров Анастасия Волкова лично побеседовала с некоторыми из них. Мы поднялись на третий этаж, посмотрели, там массовое скопление людей. Кто-то двое суток там находится, кто-то четверо суток. Мы хотим провести акцию «Тепло-сердец» в связи с обстановкой в России по угощению баурсаками, горячим чаем, пирожками. Наши волонтеры готовы помочь во всем. Будет организовываться колл-центр. Он поможет координировать людей, решать их бытовые вопросы. Начинает покупки сим-карты для связи, заканчивая поиском временного жилья. К слову, цены на него резко взлетели. Правда, найти сейчас в Петропавловске номер в гостинице или съемную квартиру уже невозможно, так как спрос сильно превысил предложение. В городе Петропавловск действует 38 мест размещения с общим количеством 1933 койко-места. В том числе это 24 гостиницы с номерным фондом 851 койкой. Это 517 номеров. На сегодняшний день заполняемость гостиницы оставляет 100%. Из них порядка 50% граждан Российской Федерации. Кроме того, функционирует 20 квартирных бюро со 100% заполняемостью. В среднем цены с 21 сентября на услуги проживания поднялись порядка 20%. Мы сейчас отрабатываем с департаментом госдоходов. То есть работа так поставлена. Мониторится сайты, где аренда происходит. Приезд россиян в Петропавловск запустил в социальных сетях волну обсуждений и фейков. Ситуацию по поводу одного из них прокомментировал представитель облздрава. Касательно распространения информации о открытии ковидарии на 2000 койко для размещения прорывов в Российской Федерации, сообщаем, что недостоверная информация. При этом без медицинской помощи приезжие не останутся, объяснил Нуржан Таганиязов. К слову, за последние шесть дней в приемный покой больницы травмпункта обратились 30 граждан России. Дарья Бушменцева, Казбек Аркбаев, МТРК. Два преступника, одна схема. Двое аферистов 19 и 21 года обманывали североказахстанцев прошлым летом. Действовали при этом порознь. Жертв выбирали в основном из числа молодежи. Уверяли, что у них есть способы аннулировать товарный кредит. И за небольшое денежное вознаграждение уговаривали потерпевших приобрести для них сотовые телефоны. Стоимостью около 180 тысяч тенге. Полученные товары они продавали с рук примерно за половину стоимости. А их жертвы через некоторое время узнавали, что по-прежнему должны кредитным организациям. В итоге на удочку мошенников в общей сложности попались порядка 36 человек. Когда в полицию начали поступать заявления о мошенничестве, злоумышленников задержали. В настоящее время они отбывают наказание в виде трех и трех с половиной лет лишения свободы. С начала этого года доверились объявлениям о раскрутке денег и попали на обман 23 североказахстанца. Новый дом, объединяющий помещения для офиса участкового пункта полиции и служебное жилье, ввели в эксплуатацию в селе Городецком района Шалакына. Общая площадь здания более 100 квадратных метров. В офисе есть интернет, телефонная связь, имеется мебель, оргтехника и все необходимое для работы. Городецка является центральным селом одноименного сельского округа, в который входят села Жалтыр, Мерген, Баганатык, Коноваловка. Почти год округ обслуживает помощник участкового инспектора полиции Рустам Нургалиев. С начала 2022-го здесь выявили 150 различных административных правонарушений. Тяжких преступлений не зарегистрировано. У старшего лейтенанта Нургалиева супруга и двое маленьких детей. Жить они будут все вместе в новом просторном доме. На моем административном участке проживают всего 1200 жителей. По данному селу городецкой у меня жильцов 467 жителей. Также здесь в основном жители занимаются животноводством. Здесь у нас в данном селе есть ТО, КХ, ФХ. Также здесь есть люди самозанятые. С 2021 года в Петропавловске, а также в Мамлюцком и Олихановском районах при поддержке местных исполнительных органов и глав сельских хозяйств построено и введено в эксплуатацию шесть участковых пунктов полиции, совмещенных с жильем. Данная работа продолжится. Планируется сдача в эксплуатацию служебных домов еще в ряде районов. Ознакомившись с помещением, начальник областной полиции Айдын Кабдулдинов подчеркнул, отныне для обеспечения общественной дорожной безопасности, укрепления правопорядка для местного полицейского созданы все условия. Радость старшего лейтенанта приехал разделить и Аким района. Сегодня у нас важное событие. Для оптимизации условий работы мы открываем новый участковый пункт полиции, построенный в рамках взаимодействия местных исполнительных органов с аграриями нашего района. В пользу случаем хочу выразить искреннюю признательность руководителю ТУО «Городецкая» Черкас Александру Леонидовичу. В завершении встречи вручение грамот ряду сельчан и сотрудникам районного отдела полиции. Вокальная группа культурного центра областного профильного ведомства порадовала концертом. Анна Куликова при содействии пресс-службы областного департамента полиции. В Североказахстанской области проводится осенняя призывная кампания. Она стартовала 1 сентября и продлится до 31 декабря включительно. Что касается наряда, на этот призыв тон составляет 600 человек. В прошлом году аналогичная кампания в северном регионе происходила со срыбами, рассказал начальник областного департамента по делам обороны Азамат Айдабулов. Наши молодые ребята по своим медицинской характеристике не подходили, не прошли медкомиссию. Потом мы выровняли ситуацию в весенней призывной кампании. За весенний призыв удалось отправить на службу 740 казахстанцев. С начала осенней кампании по распределению в части других областей отправились 40 человек. В настоящий момент происходит комплектование служащих в пограничные войска КНБ. 27 числа в Абайскую область отправится 15 парней. А завершится осенний призыв набором в Национальную гвардию Республики Казахстан. Мы уже не проводим рейдовые мероприятия, не создавая социального напряжения. Сейчас идет разъяснительная работа, информационная работа. Сейчас идет цифровизация. Каждый гражданин Республики Казахстан уже отцифрован. Сейчас мы делаем сверки с миграционной полицией. И помимо этого есть у нас и другие мероприятия, которые мы проводим, выявляем, находим. Штрафы есть, но мы с каждым призывником индивидуально работаем. Меняем его мнение, любовь к родине, патриотизм. Сейчас мы не бежим за статистикой, мы идем за качеством. На весь период осенней призывной кампании в области работают 14 сборных пунктов. По словам начальника регионального департамента по делам обороны, они обеспечены всем необходимым. Кроме того... На сегодняшний день руководством Министерства обороны и образования совместно с ведущими вузами во всех регионах страны реализуется проект, направленный на повышение мотивации для прохождения срочной воинской службы. В частности, достигнута договоренность о том, что казахстанцы, отличившиеся на срочной воинской службе, смогут поступать в вузы без сдачи ЕНТ. При этом, отслужившие юноши могут рассчитывать на особые условия обучения и выбирать бесплатный формат. Пользуется спрос у мастер-казахстанцев в возрасте от 24 до 29 лет альтернативная армия. Для службы в ней, которая длится 40 дней, необходимо заплатить 265 тысяч тенге. Оплатить налог на имущество необходимо до 1 октября. Об этом журналистам рассказали специалисты Департамента государственных доходов на брифинге в региональной службе коммуникаций. По словам Сунгата Куспаева, если налогоплательщик своевременно не оплатил, то ему ежедневно будет начисляться пеня. Это 1,25%. На аптечку направляется уведомление о налоговой задолженности. После чего в случае 30 дней налогоплательщик не оплатил данную задолженность и налоговая задолженность составляет более одного МРП, на аптечку направляется налоговый приказ о взыскании задолженности физического лица в добровольном порядке. Если налоговый приказ не исполнен, то его направляют частным судебным исполнителям, которые применяют определенные меры для принудительного взыскания задолженности. Например, если она составляет 40 МРП, то должнику запрещено выезжать за пределы Республики Казахстан. Кроме того... Ограничение регистрационных действий, наложение ареста на имущество налогоптельщика, приостановление расходных операций по банковским счетам. При этом должник после оплаты задолженности по налогам обязан еще оплатить судебным исполнителям его процент в размере 20% от взыскаемой суммы задолженности. В 2020 году налог на имущество не уплатили свыше 5000 североказахстанцев. Это почти 11 миллионов тенге. Алишер Ашимов, Казбек Арагбаев, МТРК Развитие органического сельского хозяйства обсудили на международной конференции в Казыбафе Университи. Прибыли на нее специалисты из России, Германии, Украины и различных городов Казахстана. Рассмотрим вопросы, связанные с политикой, законодательством. В целом в Казахстане сейчас насчитывается около 300 тысяч гектар земель, которые сертифицированы по стандартам органическим, по стандартам Евросоюза. В этом году начал осуществлять свою деятельность первый орган сертификационный, который сертифицирует уже по казахстанским стандартам, и эта продукция будет ориентирована на внутренний рынок. Это увеличит конкурентоспособность продукции, обеспечит рост экспортного потенциала, улучшит состояние окружающей среды, что немаловажно, уверяет специалист. Одной из тем встречи стало и внедрение немецкой системы дуального обучения для подготовки аграрных кадров Казахстана. На данный момент наши студенты уже проходят практику в Германии. В основном мы работаем с органическими сельскохозяйственными фермами по всей Германии. В настоящий момент у нас из республик Казахстан на данный момент проходит практику около 30 студентов. Это из двух вузов. Из вуза Астаны и из вашего североказахстанского университета. Также для студентов организовывается ряд мероприятий по веб-семинарам. То есть они проходят около 17 различных тематик по органическому сельскохозяйству, включая животноводство, включая технологии переработки продукции животноводческого и растеневодства. Также для студентов организовываются технические семинары. Мы вывозим их в различные вузы, чтобы ознакомить их с системой образования Германии. Ну и плюс также посещение некоторых крупных агрохолдинговых компаний. Конференция продлится три дня. Специалисты в области АПК обсудят ряд вопросов, поделятся собственным опытом и наработками. Также международных гостей ожидает экскурсия по Петропавловску. Диана Салихова, Казбек Иргбаев, МТРК. Хоккейный клуб «Кулагер» провел первый матч в нынешнем сезоне. На своем льду местный клуб принял Павлодарский Ертес. Первая встреча в рамках регулярного чемпионата между двумя коллективами завершилась со счетом 3-4. Но в ответной игре североказахстанские спортсмены смогли отыграться. На встрече наши хоккеисты обыграли гостей со счетом 8-2. В следующем матче Петропавловский клуб примет «Торпеда» из «Соскимена». Игра запланирована на 27-28 сентября. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok